Привет! С тобой Вымпел! Здесь ты узнаешь все, что тебя интересует о новостях игр, как настольных, так и компьютерных, комиксов, кино, сериалах и прочих радостях гиковской жизни. Сегодня в выпуске об играх. Мне жалкие букашки, супер-ниндзя-черепашки вместе со Шреддером возвращаются в новой игре Черепашки-ниндзя. Месть Шреддера. О комиксах. Голова большая, а проку мало. Модок. Игра головой. Новый хит от Альпаки. О настолках. Ухи! Ухи отпусти! Тысяча и одна отговорка перед темным властелином в настольной игре. Да, темный властелин. Ну и, по традиции, начинаем мы наш выпуск с новостей из мира компьютерных игр. Итак, черепашки-ниндзя Месть Шреддера, потрясающий битэмап в невероятно вкусной, сочной, стилистической обработке из очаровательного пиксель-арта, сегодня выходит в Steam и прочих платформах сетевой дистрибуции. На прошедшей конференции E3 2022 студия Tribute Games во главе с Яником Белзилом, сотрудником студии, представили заключительный трейлер выходящей сегодня игры Черепашки-ниндзя Месть Шреддера. Помимо четырех уже анонсированных героев, это Донателло, Леонардо, Микеланджело, Рафаэль, все черепашки из всем известных мультиков, переживших не одну итерацию, также в списке в ростере героев заявлено. Эйприл О'Нил, их учитель, мудрая крыса Сплинтер, ну и совсем недавно показали, что заключительным персонажем на данный момент на релизе выступит хоккеист Кейси Джонс. В классических битэмапах ростер персонажей, доступных на экране, составляет не более четырех лиц, чтобы друзья, объединившись в кооперативе, смогли вломить негодяям. Однако в этой игре будет исключение. Помимо классической, зеленой братьей можно будет уместить еще двух их союзников. В игре предстанут боссы из классического, уже ставшего классическим сериалом 80-х, такие как Бибоп, Рокстеди, Крэнк, ну и, разумеется, заявленные в названии игры Шреддер. Одна из особенностей — это комплексная анимация, каждая из частиц которой позволяет ощущать своего персонажа живым. Как часто вы, проходя игру, засматривались на свою текстурку, на персонажа, за которого вы играете? В данном случае это имеет смысл. Смысл настолько, что в индустрии, направленной на монетизацию, на попытку извлечь самую маленькую копеечку из всего, что можно было продать, разработчики решили отказаться даже от такой, казалось бы, выгодной идеи для распространения, как скины. Разработчик сообщил, что каждый персонаж — это совокупность пикселей, частиц. Каждый персонаж сделан буквально с душою, своими крепкими рабочими руками, и наложение простого фильтра эту проблему не решит. Проще с такими усилиями так кропотливо создавать нового персонажа. Игрокам предстоит пройти более двух десятков уровней, которые будут наполнены элементами и антуражными деталями знакомых локаций из вышеупомянутого сериала. Казалось бы, черепахи, в отличие от множества персонажей нашего детства, канули в небытие. Мультсериал 2012 года завершился, фильмы Майкла Бея провалились. Сериал 2017 года, перезапуск «Эволюция», также канул в лету. Но нет, разработчики позволяют нам вернуться в прошлое, в те моменты, когда и панцири, и кожа черепах, и трава действительно были зеленее. Ну а на этом с играми у нас все, мы плавно перетекаем. Книжечки. Переходя к книжкам, скажу сразу, далеко от темы супергероев из давно забытого детства мы не уйдем. Сейчас у нас на столе книжка от издательства «Альпаки». «Модок. Игра головой», посвященная одному из самых башковитых персонажей вселенной Марвел. Казалось бы, персонаж еще не засветился в кинематографической вселенной, но тем не менее на страницах комиксов и на территории игр довольно известный персонаж. Модок большеголовый во всех смыслах товарищ. Вот, прошу заметить, рядом железный человек, и это чудо без перьев, но с радостно сияющими, видимо, от азарта горящими глазами. Персонаж, появившись уже и в игре «Мстители», которая, правда, тоже провалилась, но тем не менее ключевым антагонистом он успел там побыть. От «Дисней» на телеканале «Хулу» выходил полноценный сериал, который был выполнен с помощью, если я не ошибаюсь, стоп-моушен-анимации посредством сочетания пластилина и покадровой съемки, где одним из персонажей также выступал «Железный человек». Неудивительно, что злодеи так сильно связывают технологии, поскольку в комиксах, которые издавались до повального прихода Марвел в Россию с официальной локализацией таких издательств, как «Азбука» или «Клифо», выходили комиксы в духе «Игра и учись Человеком-пауком», и Модок выступал там антагонистом. Его прихвостнями, как и здесь, были товарищи в «Желтых противогазах», очень смешные, а его организация называлась ЦИИИ – «Центр интересных идей». В оригинале это звучит как «Эйм», что-то «Адвейсент интеллиджент механик», но тем не менее ЦИИ, я считаю, запомнилось всем тем, кто в детстве был неравнодушным комиксом, и надо отдать должное здесь. Здесь точно так же называют ЦИИ. Даже в описании, в аннотации ЦИИИ вынесено. О самом комиксе что можно сказать? Во-первых, это не твердый переплет, но тем не менее стоит зафиксировать на этом свое внимание. Очень качественно пропринтована и обложка, и страницы. Цвета яркие. Рисунок пестрит деталями. В некотором смысле это может быть и плюс, и минус для особо привередливых читателей, поскольку, с одной стороны, это не особо выдающаяся работа, какими мог похвастаться Алекс Росс. Это не монументальное произведение, которое необходимо знать каждому фанату комиксов, каждому фанату Марвел. Но тем не менее, тем, кто любит этого антагониста и любит интересные тимапы, а в данном случае тимап, то есть командное объединение – это модок и железный человек, два довольно продвинутых в своей сфере товарища, путешествуют по миру, встречаются с, как это принято в комиксах, самыми разными персонажами вселенной, в том числе с на тот момент набиравшей популярность Гвен Пул, это сочетание Человека-паука, Гвен Стейси и по совместительству Дэдпула. Вот уж поразительные миксы, и не этот микс один здесь встретится. Множество версий Модока, множество мыслей Модока по поводу его версий. Все это запечатлено во множестве оригинальных операторских решений, решениях верстки, решениях определенного художника. Несмотря на то, что деталей, на первый взгляд, не так много, а рисунок отдает некоторой блокбастерностью, яркостью, сочностью, тем, на чем может задержать свое внимание человек повернутый, мягко говоря, или предпочитающий экшн-зрелище, ярко пестрящее красками. Но в данном случае информационное содержание, то есть суть, его не разочарует. Я не могу перестать поворачивать к камере эту книжку, потому что каждая страница здесь настолько яркая, настолько детализирует даже обложки. Несмотря на то, что, ну, субъективно мне нелюбимая манера вложения превращать в комикс, но в какой-то, очевидно, более некачественный, с точки зрения художественного стиля, и количества деталей стилистики, несмотря на это, здесь даже приложение есть. Ну, никого не удивит уже ставшей классикой манера класть дополнительной обложки всех цветов и даже маленькая история, которая уже в вышеописанном стиле комикса. Ну и один из солидных плюсов произведения, это нельзя не отметить в тот миг, когда издательство комиксов на Западе, вместе с первоисточниками, равно как и локализаторы, всячески стараются разбить произведение на несколько частей, чтобы у вас был один, том второй, том третий, том четвертый, том и так далее. Об этом мы поговорим, когда в наши цепкие лапы попадет комикс, посвященный Injustice в борьбе супергероев во вселенной DC. Здесь история закончена, я не буду вам спойлерить, что происходит, но в конце вы сможете увидеть действительно логичную надпись «Конец». Это в наше время очень приятно, когда научились и все еще не сбавляют темп в создании хороших, качественных историй, которые имеют начало, развязку, завязку и конец. Ну и тем, кто хочет посмотреть на «Взрывы», напоминаю, здесь просто потрясающий экшен. Вот, все, что надо знать об этом комиксе, это несколько гипертрофированные эмоции с альцовыми пропорциями, даже некоторые диспропорции, я бы сказал. И, разумеется, «Взрыв», «Трах-бабах» и прочие радости поклонников творчества Майкла Бэя. Все это здесь имеется. Поэтому игра головой плавно переносит подачу в мир настольных игр. Да, получилась маленькая неувязочка с играми. Мы покончили, но настолки только приближаются. А с комиксами пока все. Ну и продолжая тенденцию наблюдения за злодеями, сопереживанию злодеем и созерцанию за злодейскими похождениями, мы далеко уходить не будем. И продолжим эту злодейскую коварную тенденцию. Сегодня на нашем столе тусовочная настолка. Да, темный властелин. 2015 года. Выпуска вместе с маленьким дополнением Да, хозяин. 41 новая карта и альтернативные правила, которые позволят устроить на вашей тусовке еще больше шороху. Почему это идеальная игра для компании? Ну, во-первых, она ориентирована на гумористический настрой всех присутствующих. С каменными лицами, с напряженной, вздувшейся веной на виске играть, высчитывая каждый ход, не обязательно. Здесь вы должны весело провести время и желательно не огрести люлей от коварного Ригера Мортиса. Темного властелина, пред которым вы преклоняетесь, которого вы боитесь, не поминаете его имя в суе, и, разумеется, от которого вам влетит по первое число, если вы провалите его задание. И какая незадача его задания вы провалили? Как те самые злодеи из тех самых мультиков прошлого столетия. Допустим, из Спасателей та веселая банда Толстопуза, где был Крот, Кот, какой-то крокодил, ну и сам его великолепнейшийство серый кот Толстопуз. Правда, он над ними и не учинял физической расправы, а здесь Ригер Мортис вполне может оказаться не таким милосердным. Чтобы понять, перед кем предстоит ответствовать, взглянем на вот этого товарища в трех его ипостасях. Эдакий господин Костян. Одни только скулы торчат. Вот он, недоверчиво щурится, пытаясь понять, что за хинею ему несут. Вот он уже постепенно понимает, к чему все идет, излобно скалит зубы. Ну и коварный взгляд скалы демонстрирует, что тот, кому эта карточка достанется, ничего хорошего от этой карты не получит. За кого же будем играть мы? За маленьких, очаровательных, зеленых крысят. Они повсюду на этих картах, да, остроухие, озорные гоблины, которым предстоит пережить на себе гнев великого и ужасного темного властелина. В чем цимис? Ваша задача посредством коммуникации, несмотря на то, что в коробке очень много карт, в ней нет жетонов, в ней нет кубов, все ориентировано на карточную игру, огромный процент удовольствия вы получите от качественного отыгрыша. Это беседы, это коммуникации, то есть, если рядовые игры вроде Диксита, Крокодила, все они настроены на выполнение механических действий и уже попутно вы можете комментировать что-то, чтобы получить удовольствие или какой-то эмоциональный раш, нет, здесь все буквально построено на коммуникации. Последовательность хода простая, у вас должно быть на руке три карты. Это может быть какая-то страшная подсказка, это может быть стрелочничество чистой воды, которое позволит вам вовремя перевести ход на другого персонажа, ну и это могут быть коварные предупреждения. Если у вас карта на руке нет, вы можете получить вот этот самый пугающий знак, эту метку. Получили таких три, вам хана. Особенность игры в том, что всем рулит темный лорд. Это не урезанная механика, когда четырем игрокам должен противостоять пятый, или там трем четвертый, нет, ни разу. Действительно, темный лорд здесь царь и бог. Он может вас затыкать, прерывать, просить повторить какую-то историю, а вы с помощью подсказок должны, ну или каких-либо маленьких отговорок в принципе отговориться. То есть, что вам помешало? Сон, трава, которую курил друид, которого мы должны были закатать в валежник, или цветастый прутик, за которым погнался охотничий пес и распугал нам всю засаду, растворимый меч, который не помешал нам подкрасться к жертве незаметно, но помешал ее укокошить, поскольку только я замахнулся, бум-бах, тарарах, гром, гроза, молния, все, меч в руке растекся. Или плащ чародея, в котором я запутался, спутался, укатился, куда-нибудь, попал и жертву свою профукал. Ну и разумеется, вы не один такой, братец по несчастью, у вас таких может быть несколько, и игра не строится на одном только противостоянии игрока, Ригера Мортиса и зеленого убожества. Нет, ни в коем случае, вы также человек к человеку, друг, волк, а в данном случае гоблин гоблину самый настоящий гоблин. Не брат ни разу, потому что вы можете в полном праве козлить товарищу, как вам только вздумается. Вы можете перебивать, переводить стрелки, подкидывать лишний раз карты, причем они здесь буквально обозначены символикой стопе и символикой стрелочничества. То есть вы можете вбрасывать, как в манчкине карты бродячая тварь, вы можете добавлять лишних подробностей. Игра на находчивость, фактически, а это те самые карточки, которые позволят вам каждый раз создавать свою незабываемую историю, причем опыт игры подсказывает, что люди, которые в эту игру играют, особенно если это люди с фантазией, способны выдавать такие перлы, что у даже самого искушенного темного властелина, как вот на этой фотке, челюсть не просто крючит, она натурально отваливается. Потому что буквально, несмотря на полные по своей ширине полномочия у темного властелина, что он может использовать, как в правилах написано, о них мы еще поговорим, все вербальные способы заткнуть и максимально принизить своего слугу словами «это кто это там провалил мое задание? Это кого это мы сейчас повесим?» и прочие страшные вещи, которые надо говорить максимально жутким скрижащущим голосом, на самом деле здесь вот принимаются несколько позитивно и этому способствуют правила. У любой настолки правило — это 50% от понимания игры, поскольку, несмотря на весь опыт, который игроки нарабатывают в партиях и сами выстраивают внутриигровой баланс посредством умеющихся компонентов, очень важно правило. И здесь, слушайте, ну оно просто великолепное. Как минимум, обилие художественного текста делает вот эти правила не просто понятными как основой для игры, нет, оно делает буквально, я не знаю, передающим настроение. То есть, прочитав первые две, но в данном случае здесь это как четвертая страница указывается, первые четыре страницы вы идеально понимаете, что игра от вас хочет. Вы можете получить испепеляющий взор, именно так называется эта карта, если вы, цитирую, не имеете карты перевода стрелок, можете не тратить время на пустые оправдания и покорно принять на себя испепеляющий взор темного властелина. Ну, слушайте, учитывая, как сейчас в играх принято умещать сухой текст в максимально маленький по объему текстовки с обилием примеров, в данном случае такой подход к юмору идеально характеризует, во что вам предстоит играть, как вам предстоит играть, и если мы сравниваем с Манчкиным тем же, где идет смысл на прогрессию, на получение десятого уровня, на активное козление другому, победитель только один, все остальные проиграли. Нет, здесь на самом деле, несмотря на то, что проигрывает тот, кто первым получит третью карточку, то есть третий раз доконает этого несчастного темного властелина, и в третий раз испытает его терпение до нетерпимой точки, в данном случае победят все, потому что, ну, это повод как-то поупражняться в остроумии, поупражняться в репетировании зловещего голоса в темном плаще, причем правило буквально рекомендует темному властелину замотаться в темный плащ, ну, или любой другой, который у вас имеется под рукой для большей жути. Ну, и разумеется, скоротать время, поскольку один из плюсов это незначительный даунтайм, это минимум компонентов, карты тасуются так же быстро, как тасуются колоды в дураке, ну, и самое главное, это минимум жетонов, то есть не придется переплачивать за какой-то лицензионный бренд, за обилие миниатюр, которые в данной игре были бы лишними. Существует игра Крагморда, там миниатюры присутствуют, и несмотря на то, что сеттинг тот же, темный властелин бродит по библиотеке, а зеленые крысят пытаются что-то стащить и спрятаться, игра не снискала такой популярности, как вот первоисточник, да, темный властелин, и я считаю, что это отличный пример того, как игры, которым уже очень много лет, причем это не мастодонты жанра, как Каркасон или Тикет Турайт, это игрушка про поезда, а вполне себе узкопрофильная игра наподобие с Винтусом, но без таких провокационных высказываний, напротив, очень интересно для зрителей, и я могу с уверенностью сказать, что будет интересно и вам, если вы вдруг решите в нее поиграть. Ну и напоследок, заканчивая нашу рубрику, хочется сказать, что не попадайтесь под горячую руку темного властелина и под испепеляющий взор огненного дракона тоже, берегите себя и, разумеется, выполняйте то, что вам положено. Ну а мы постепенно от настолок переходим к заключению. Ну и, дорогие друзья, на этом у нас на сегодня все. Но не переживайте, через неделю мы вернемся с новым вымпелом и просто кучей гиковской шняги. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok